давайте смотреть дальше я вас это благодарен вы меня познакомили после сада вы игорева там у меня осталось извини и ансанта мне осталось страшное мрачное впечатление я считаю что дело вигорова не поднять а опустили я видел эти страшные обрезки это ужас какой-то это ладно теперь я на санна после поездки ко мне вот это вы еще оказались где вы еще оказались барноволе не стоит имени лесовенко о нем легенды ходят как когда-то меня знала директор института академику я фамилию забыл ой-ой-ой я все же все помнил настоящий академик я гордился что в сибири хоть один академик есть из профессиональных садоводов а потом подскажешь но здесь что было начали с такого походили красноярцы по моему саду потом начали выкапать проснувшиеся да вот потом я в следующий раз покажу здесь я не могу потому что тут показываешь одно а там сразу 20-30 этих самых телефонов других людей а то есть неудобно я потом другой раз сегодня не успел покажу что из них вы уже вырастили так вот потому что она называется себя моя ученица а вот рядом уже у нее ученик просто она уже переходит в разряд стилей и у меня есть фотографии на не как-то до грязи она уже лекции читают да она читает а я горжусь вот я думаю это как называется от гордости готовы идем дальше сейчас одну секунду у меня сейчас вот сам как раз на телефоне академик не или савенко санна привет ты меня спасла от позора и так в калинина господи вида павловна калинина вот всех пор институт теряет свои позиции а виноваты я считаю такие работники прекрасные я видел ролики и все это на фоне извините за слово беда бедности что ли ну короче его смотрите и так обзавелась она со своим учеником идем дальше а потом у них ребята если вы не соберете ведро с костиками считайте что я больше с вами не дружу и и как раньше мы говорили забирайте свою куклу я с вами больше не играю вот пришлось им работать но правда они с настроением все это делали и наконец они уже начали у них прорастать но вот это внимание сотни это квадратный метр сотни квадратных метров с такой густотой снимок делался три дня назад большая часть раскрылась конечно все это было съедено мышами вот интересно что нет дальше заканчивается прививки но я фотографии сделал неделю потерял это было второго у меня надо было сразу а среди двадцать второе я опоздал но все равно и так как я работаю на следующий сезон все равно пригодится вот сижу спокойно и сидя за столом делаю длинные ровные причем поверьте мне я ни разу не не делал ни одной поправки то есть всего два движения с одной стороны потом внимание маленькая учеба до следующей зоны пригодится начинаю вставлять видели вот и никогда я не работаю с тонкими метками это глупость величайшая хотя многие авторитеты берут одно из десяти двадцати пятидесяти ветками с этого приводит а что она не вырастет полтора яблока и две груши вот примерно соотношение помните меня вопрос задавали вот данил ты задавал вот соотношение длины и толщины видели теперь пусть он попробует не проснется кстати скоро я начинаю снимать эти самые мешочки и буду показывать что у меня получилось ничего скрывать не собираюсь вот пальцы у меня уже не те руки уже не те вот спасает только автоматизм вот это будет еще у меня отдельно может быть фильм у меня уже несколько сотен таких фотографий я перефорировал все свои прикосы вот эти еще не самые жуткие вот хотите поверьте что они у меня действующие попробуйте разглядеть урожай вокруг попробовали ну на телефоне вряд ли видно смотрите сюда видели вокруг каждого вот эти деревья несколько десятков это примерно 25 лет примерно вот такие вот деревья половину спилил половина рука не поднялась я рассказывал когда я ехал спиливать последние два десятка вот поехал и когда на полпути и свернул по селу геологов за лесорубом за другом дивензопилой этот момент меня врезался я показывал мне фотографии есть меня врезался мой же друг у которого есть имя фамилия тимофеев вот 20 лет вместе на сайте работали он меня врезался вот я позвонил лесорубу стоим ждем разборку позвонил лесорубу говорю все отменяется а так как каждый раз когда он мне что-то делал я платил по 1000 рублей естественно что на другой день звонит уча едем я сказал все это судьба больше пилить не буду а вот эти вот деревья у меня их добрая сотня была сейчас еще много осталось вот я показывал вот я просто покажу и докажу что именно то что я их не там пострашнее этого я умерю берегу там жуткие фотографии деревья избиты искалечены так это немыслимо если бы они это не предсмертный урожай был когда они дали по 20-30 вот и мы не знали как их собрать его просто так какой не знали знали собрать не смогли я даже не считал только два давайте посчитал два дерева дали этот самый маньчжуриц патриарх дал ровно 45 почему я знаю потому что считали и собрали все это себе сергей а жердель украины 40 видов дала вот а потом было вот это вот все что сейчас и сейчас вот ну то есть я надеялся что приедут я не вернусь именно вот вы знаете пока вот такие институты как имени лисовенко находится на грани закрытия вот кто поедет откуда им это он сам это за свой счет есть так идем дальше потом отдельно покажу а смысл вот именно вот этой речи именно об этом я скажу еще когда покажу страшнейшие морозобойны страшнейшие это будет отдельный серьезный разговор не подходить не вырезать не чистить не замазывать не лечить ничиба но это подробнее будет сейчас я пока только поправить посоветал так ну слух прошел железа урожая нет это абрикосы у меня что интересно да слабый урожай на патриархе но надорвался 40 ведер сейчас будет на нем бывало так 30 ведер потом 1 2 3 это было и этот год я лучше не ждал а несколько сыновей полностью засверли вообще как будто ничем как будто прошлом году вот это дерево не дало 30 ну вру 28 ну вру ладно 27 примерно и вот оно снова самое удивительное у меня 9 всего я даже впервые я сосчитал у меня 9 привитых на вишни черешни вот они все цветут до самых верхушек как так не может такого быть ящик а они же не морозой как градусов на 10-15 ниже чем абрикосы а как же так получилось а природа решила абрикосы в этом году не давать вот решил еще и еще не могу поделать а эти деревья от одной из них они все девять все цвету сидели они прошлом году дали урожай при лисе и в этом году а еще неизвестно опять ожидаем минус ладно боюсь это теперь я написал фамилию тотор через пару дней привет если ты меня слышишь мы договорились я приезжаю твой сад буйное цветение очень редкое такое зрелище нельзя не сфотографировать когда я говорю ученых жду эти ученые должны были так помните как-то обезьяна разорваться что ли они это помните вот если бы ученый приехал бы ко мне настоящий ученый один случай был звонит мне с красноярска ученый значит доктор наук варе константинович мы ко мне в гости это я специально отвлекаюсь ко мне в гости приезжает из ленинграда тоже доктор наук мы фамилии ничего не говорят и даже их профессия доктор доктор наук наук вот и значит я хочу побывать вас саду мы будем ехать по маршруту абакан минусинск шушенская потом значит на и ногах туристическая путевка ну то есть не путевка просто приезжали как просто туристы но мимо вас мы не проедем я так волновался а вдруг тот самый случай а вдруг это тот самый который принимает решение проехали мимо ладно и вот что дальше если бы нормальный ученый приехал бы он бы стал между моим садом и тут русским не разорвался бы пополам потому что не у не увидеть то что у тотора сейчас идет цветение вот я поеду сидел сниму фильм владея обещал я сделаю скорее всего деть примерно послезавтра теперь так про это хотел сказать потом то дарова обратно 140 груш груш нет кажется груш роскошный шикарный шик посадил обратно продать не смог задавили ребята из этого из кыргызстана задавили но может быть не только сервис от а потому что никогда еще столько саженцев не продавалась везде конечно больше если не конечно продать не смогли народ беднеет народ уже руки опустил опять посадила 5 мертвых никто не знает и не спрашивает потом то там не рассказывает останавливать женщина вот вы купили вы хоть спросили от кого а все равно давай 2 2 вот а чё дай хрен с ним и и дальше несет саженец вот и так получилось что он обратно я вам показывал эти его как называть список лесная красавица настоящего тотора гигант подмосковья вы когда-то видели вот такие груши сладчайшие средний вес 500 грамм обратно посадил и денег не заработал и люди не это не не купят и у которой гарантированно поплодоносил он же сибиряк все себе так высказался